Били ради забавы, снимали ради хайпа. Избиение семиклассницы снимали на видео, но никто из сверстников не вступился. Что произошло в Конаковском районе? Об этом в нашем сюжете. Уже почти сутки российский интернет обсуждает очередной забив несовершеннолетних, на этот раз в городе Конакова. Видео было выложено в местный паблик ВКонтакте. В нем две семиклассницы сбивают свою сверстницу. Избивают жестоко ногами, руками, уже лежачую на снегу под восторженные крики и советы из толпы таких же несовершеннолетних. Сейчас видео заблокировано. Следственные комитеты, а также прокуратура области проводят проверку. Прокурорам Тверской области Сергеям Борисовичем Лежниковым дано поручение Конаковскому международному прокурору организовать проверку по публикациям в социальных сетях об избиении учащимся седьмого класса своей сверстницы. В ходе проверки будет дана оценка действиям законных представителей несовершеннолетних и органов профилактики. Неблагозвучные фамилии, редкое имя, внешность с изюминкой, необычное хобби, развитый не по возрасту интеллект, худоба и полнота. Все эти особенности несовершеннолетнего могут вернуть его в ад под названием буллинг. Последствия травли в худшем случае приводят к суицидам, в лучшем – к психическим травмам, которые остаются с человеком на всю жизнь. Причем, как показало исследование Высшей школы экономики, агрессии и буллинг в школьной среде, лишь каждый третий подросток ни разу не чувствовал себя в роли жертвы. Примерно столько же ни разу не были свидетелями травли одноклассников. Мы решили спросить у жителей Верхневолжья, подвергались ли они буллингу. А тебя вот обижают в школе? Нет. А других одноклассников обижают? Возможно, есть некоторые. А как именно обижают? Ну, обзывают, унижают. Ну, наверное, словами просто могут что-то сказать. А вас обижают? Нет. В принципе, у меня был хороший класс, добрые люди. Ситуации разные были, то есть у кого-то там складывалось по семейному положению, вот, кто не так одет, у кого там какие принадлежности. На самом деле, на общем фоне это было ничто. То есть я обижал, меня обижали. А как Вы думаете, с этим нужно бороться? Конечно, да. Думаю, нужно объяснять детям, там, родители должны какие-то, наверное, меры принимать, объяснять, что так нельзя делать. А как ты думаешь, как с этим бороться? Ну, не обращать на это внимание, просто забить. Пока проблема травли детей в коллективе недооценена. Им приходится самостоятельно выживать. Нередко в прямом смысле этого слова. Можно ли предотвратить подростковый буллинг и как с ним бороться? Этим вопросом мы посвятим отдельные сюжеты. Спасибо.